Действительно, чтобы предвидеть состояние климата на Земле через десятки или сотни лет, надо знать, что было в прошлом. Но современные средства нам кое-что позволяют. Например, взятые на большой глубине образцы гренландских льдов, говорят специалистам о том, какая была температура тысячу лет назад. Было холоднее, говорят специалисты. Они же смогли разглядеть еще одну возможную причину всемирного потопа. Ее увидели из космоса. Третий ангел выстребил. И упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику. Еще в середине 20 века специалисты считали, что одной из вероятных причин всемирного потопа могло стать столкновение Земли с другим небесным телом. Каковы же доказательства этой версии? В 2004 году специалист Лос-Аламосской лаборатории США Брюс Массе провел анализ 175 легенд и мифов различных народов, в которых описывается глобальное стихийное бедствие, приведшее к гибели существовавшие тогда цивилизации. Анализ древних текстов позволил Массе предположить, что причиной этой катастрофы стало падение в океан гигантской кометы. Снимки, сделанные со спутника, показали, что это произошло на юго-западной части Индийского океана, недалеко от Мадагаскара. Последовавший за падением сильнейший взрыв с тротиловым эквивалентом в 200 гигатонн разрушил земную кору и выбросил в атмосферу породу, которая очень скоро начала оседать на землю в виде капель расплава, вызвавших масштабные пожары. Но это было только начало. Взрыв породил гигантские цунами. Через несколько часов 90-метровые волны достигли Мадагаскара. Через пять часов цунами накрыли побережье Южной Америки, Австралии и Индии. Но самое страшное происходит потом. Чудовищный взрыв испарил и выбросил в атмосферу огромные массы морской воды. И уже через сутки они начали выпадать на землю в виде непрерывного дождя, превратившего низменности всех континентов сплошные моря с выступающими вершинами гор и холмов. Еще несколько десятилетий назад известный американский писатель Айзек Азимов писал, что само движение ковчега на север, к горе Арарат, то есть по направлению от берега, говорит в пользу версии цунами. И действительно, следы огромных цунами остались на земле. Это так называемые шевронные дюны. Они расположены далеко за пределами обычных береговых дюн. Их название было дано по аналогии с шевронами на погонах в виде римской цифры 5, повернутой от океана. На космических снимках острова Мадагаскар четко видны многокилометровые шевронные дюны, протянувшиеся вглубь суши. Чем больше ученые узнают о нашей планете Земли, о планетах Солнечной системы, о галактике, тем вероятность происхождения каких-то событий, которые были маловероятны, становится выше. В нашей новейшей истории, кроме падения Тунгусского метеорита, мы ничего не наблюдали подобного. В начале 90-х годов ученые думали, что вероятность повторения такого события крайне мала. Однако 14 июня 2002 года астероид, который при столкновении мог бы уничтожить целую страну, пролетел на расстоянии всего лишь 120 тысяч километров от Земли. А 23 марта 1993 года комета Шумейкера-Леви, разбившись на фрагменты, атаковала Юпитер. После этого всем стало ясно, что Земля также не застрахована от такой опасности. Однако этот сценарий скорее объясняет возникновение глобального потопа в прошлом, тогда как причины будущего могут быть совершенно иные. И одно из них стали находить подтверждение уже в середине 20-го века. И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на Земле. В 1934 году Эдгар Кейси предсказывает, в начале 21-го столетия произойдет смена полюсов. В Арктике и Антарктиде произойдут смещения, результатом которых будут вулканические извержения в тропическом поясе. Северная Европа изменится в мгновение ока. В западной части Америки расколется земля. Больше половины Японии погрузится в море. Та же участь ждет Англию и большую часть Италии. Кейси не сказал, о каких полюсах идет речь, о магнитных или географических. Тем не менее, его слова начали подтверждаться. 11 августа 1999 года ученые зафиксировали, что магнитные полюса нашей планеты пришли в движение. За последние годы магнитный полюс переместился уже более чем на 200 километров и сейчас находится в Северной Канаде. Связано ли это как-то с глобальным потеплением или наоборот им вызвано, наука пока не в состоянии объяснить. Этот факт остается пока весьма загадочным. В Европе может наступить большое похолодание, в каких-то местах будет большое потепление, что и сейчас наблюдается. Зона умеренного климата превратится в пустыню. Известно, что восточные штаты Северной Америки уже претерпевают снижение температуры на 1-2 градуса, а повышение температуры фиксируется, в частности, в Африке. И такие эффекты, связанные с изменением положения полюсов, они будут прогрессировать по мере увеличения их смещения. Модели адекватные, которые позволили бы спрогнозировать влияние магнитного поля Земли на ее состояние климата, пока не созданы. По мнению ученых, среди которых был и Альберт Эйнштейн, это происходит потому, что земной шар как бы опрокидывается, что меняет расположение его географических полюсов на 30 градусов. Кувырок Земли приносит невероятной силой глобальные катаклизмы. Одни материки опускаются под воду, другие поднимаются со дна мирового океана. Происходит инерционное смещение морей и океанов. Таким выплескиванием арктических вод и льдов, резкой сменой температуры, можно объяснить мгновенную гибель и замораживание тел мамонтов, обитавших в северных районах Аляски, Сибири и других территориях с умеренным климатом. Их останки находят там в огромных количествах. Смерть гигантских животных наступила так быстро, что в их желудках сохранились непереваренные остатки зеленых растений. Вот что писал об этом французский исследователь Жорж Кивье. Мамонты и бизоны были разорваны на части и скручены так, будто в ярости действовали какие-то космические силы. Животных просто разорвало и разбросало по местности, как изделия из плетеной соломки, хотя некоторые из них весили по несколько тонн. Со скоплениями костей перемешаны деревья, тоже разодранные, скрученные и перепутанные. Все это покрыто мелкозернистым плывуном, впоследствии намертво замороженным. Единственный логический вывод, который можно из этого сделать, что страна, где они обитали, замерзла в тот же момент, когда эти создания лишились жизни, а затем была затоплена огромной массой воды, двигающейся с невероятной скоростью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова